Сюда благовествовать о Спасителе мира, который умер за наши грехи. Я вот сейчас с мусульманином только говорил, а у нас другая вера, я ему Библию показываю, а у нас другая вера. Я говорю, какая, может быть вот это? Ой-ой-ой, Коран, Коран. Я говорю, считай, что ты не причитаешь, он не может прочитать, я говорю, а тут ты баран. Ты считай, что написано в Библии, а не книги, которые 6 столетий спустя написаны. Ну, Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. В этом все. В нашей религии, я религию не проповедую, религия не спасает. Религия дает определенный набор каких-то обрядов, условностей. А Христос умер за наши грехи, чтобы жили свято. А мы-то я кровью его. Ну, и вы здесь просто людей, как бы, ну, как сказать, просвещаете, да, в этом? Если у вас бумага есть, карандаш, запишите. Потом вы будете искать, придет время. Наш YouTube называется «Во свете Библии» два слова. «Во свете Библии» – это большой канал. У нас своих 15 300 роликов. Вы понимаете эту цифру? В интернете больше этого нет нигде. Во всей мировой сети этого нет. «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. Зарядите. «Во свете Библии». Библия свет дает. Ну-ка, посмотрите, как откроется. Сколько подписчиков. «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. Запомните, это вам сгодится не раз еще. На первую страницу зайдите только. Не, не на... Вот. 37 тысяч... 37. А сколько общих просмотров? Общих. Всех. 36 миллионов. Да. А это вы Игнатий? Я Игнатий Лапкин. Вот если у вас будет желание встретиться по скайпу Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией и именем. Один. На весь интернет. Если зарядите Кузнецова Ивана, там будет 37 миллионов их. Вам это не надо. И если у вас будет желание, вы можете там вопросы подготовить и зайти. Игнатий Лапкин. А если вы зарядите во свете Библии Игнатия Лапкина, только через гугл зайти. Сайт называется. Сайт. Зайдёте на сайт. Этому сайту просто равных тоже нет. Там 50 книг моим голосом насчитано. Это Бог благословил. Библия, Златоуст, Архипелаг, ГУЛАГ. И я отвечаю на вопросы в университетах. Вёл занятия в пяти институтах сразу. 4 124 вопроса и ответа. 55 папок. Отдельно мусульманство, христианство, старообрядство, старооборядство, работа, дети. Там культура, литература. Сайт во свете Библии. Игнатий Лапкин. Сайт. Очень и очень большой, богатый. А тут вообще как? В чат рулетке удалось кого-нибудь? Да не только удалось. Люди, которые пришли. Человека, знаете. Нет, степи, прямо не около железной дороги рядом, 4 километра. У нас государственную школу. Своими силами построили храм, школу, дорогу. Всё сами. Государство за 28 лет ни рубля не дало. Ни рубля. Но учителя получают зарплату в государственной школе. Всё. Всё с нуля. Взяли первая лопата, копаем, потом зарегистрировались, потом получили землю. Всё по закону государственной системы. Ну, учителя все верующие. У нас всё снимается. Если вас это интересует, то вы зайдёте, когда придёт, вы увидите, как мы с вами беседовали. Понял. Ну, интересно будет. Да, только не ругаться, чтобы ничего. Чисто расстаться нам. Что вы там строите? Вот. Что? Я вам рассказываю. Мы пруды восстановили, рыбу разводим. Не, вообще, как бы, на процесс строительства мне было бы интересно посмотреть. Ну, а зайдите. Вы зайдите, зарядите деревню. А когда зайдёте, там по плейлистам разложено. Вот я начальник детского лагеря пробыл 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей не рублят государство. То есть мы хотим сказать, что в этой стране не ругать правителей надо, а самим работать. Что мне, Путин будет здесь землю копать? Он своё дело делает. Ну, да. Всё правильно. Вот у меня 35 лет стажа. 35 лет стажа работы. Я на стройке проработал. И пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Живи. Начубайся. И мы благодарим Бога. Голодный ещё ни разу не ложился. Ну, да. Ну, я вот смотрю так. Обратил внимание на помещение, в котором вы находитесь. Это квартира? Это квартира. И не простая квартира. Квартира одна такая, может быть, на весь Советский Союз. А почему? Потому что, когда я освободился в последний раз, за слово Божие, ещё это было 25 марта 1987 года, помилование от президиума пришло. А реабилитация только 4 января 1992 года. Вон, когда пришло. И теперь я стал судиться, что у меня изъяли. По государственным расценкам, они мне должны были 11 миллиардов теми деньгами. 11 лет шёл суд, я его выиграл. А ответчик не КГБ, а сделали городскую администрацию, через неё как-то провели. А у неё платить денег нет. Я предложил рассчитаться недвижимостью. Приехал мэр города, Баварин Владимир Николаевич. Он в десятку лучших мэров входил. И здесь всё сфотографировали. Большая статья будет. Лапкин предпочёл храм недвижимости. В Алтайской правде. И вот это два дома. В одном я тут живу, а в другом мы молимся. Сделали храм. И поэтому скучность. Я люблю это, когда на малом пространстве успеваем. Вот у меня было раньше барачного типа. 12,8 метра квадратных по стенам. Здесь тебе и туалет. Здесь тебе и душевая, и столовая. Всё здесь и кухня. Не полных, 13 квадратных. И 11 человек ночевали. На полу никто не лежал. Всё вот такими этажами сделано. Ну, старая школа. Да, да. Надо уметь даже в скудости жить. Вот раньше я на стройке работал. Но вы эти, может, цены не знаете. У меня на питание уходило не больше 11 рублей в месяц. То есть мы постимся. Мясное я в рот не беру. Так аскетично, да? Ну, я даже это не знаю. Это просто моя жизнь и всё. Я не считаю, что это аскетизм какой-то. Мы всё время работаем. Встаём вот по нашему времени в 4.40. Утренняя молитва. Если вы зайдёте по скайпу побеседовать, Игнатий Лапкин, хорошо, запомните. И у вас будут вопросы. Там я вам скину материалы. Что вы пожелаете? Материалы огромные просто. У меня вышло из печати 38 томов книг. В бумажном варианте. Да ещё в электронном 7 томов. Это не просто брошюры. Последние 4 книги, стихов по 800 страниц каждая. И ни одной строчки нет свободной. Занято. Каждое стихотворение 9 куплетов. Да ещё напротив каждой строчки выписываю, откуда взята мысль. 36 раз надо Библию открыть. Таких стихов вообще нет у мировой практики. А как? Бог даёт. Я своим ничего не называю. Я сейчас считаю стихи. Первый раз как будто вижу их. Настолько они выше того, что мне дано. Вот последние 3467 стихотворений. За 9 лет написано. И за 9 лет же изданы 38 томов книг. А как? Бог сделал это. Я не просто их издал. А Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. И мы доехали до Владивостока, с Барнаула. Потом до Лиссабона, Тихий Атлантический океан. С Скандинавия, Прибалтика, Турции. 650 городовых сёл посетили за 3 года. Я дарил, и везде полный комплект. На 35 миллионов подарили. Учитывая, что у меня ничего нет. Только за одно путешествие на машину на горючую ушло 440 тысяч. А как? Бог даёт. Только узнали люди, что мы едем. Они нас знают. Со всех сторон спрашивают, чем можем помочь. И мусульмане помогали, и баптистам, и православные. Католики помогали. Самое интересное, в Швеции у нас машина остановилась. Мы ездили на русское, Нижний Новгород, газель, грузопассажирская. Я её люблю. Её говорит, колымага. А я говорю, белая лебёдушка. Особенно на загранице. И когда она стоит выше всех, сама белая сияет. А в Австрии перед нами на колени становились фотографы. Россия, Путин, газель. Россия, Путин, газель. О, как. Мы показали, что и машина сломалась. Полетела важная шестерёнка внутри мотора. Передача горючая где. Вот тут была задача. Но Бог нас вывел оттуда. Но главное, главное. Из России пришло сообщение. Выход есть. До ближайшего города доезжайте. Мы сейчас высылаем деньги. Покупайте новую иномарку такую же. А эту машину бросайте. Вот говорят, люди перевелись. Ничего подобного. Мы столько доброты видели. В мусульманских шести республиках были. В Чечне дважды. И нас принимали как родных. А они только головы режут. Нет. И вот я перед тем, как ехать, всё в интернете выписывал. Куда ехать, в какой стране, какие обычаи. Вот в Англии там нельзя кормить голубей, оштрафуют. Я не слыхал. В Швецию поехать. Документы должны быть только на белой бумаге. А нам дали на силий. Собака должна быть защипирована. А с нами собака. И вернувшись, она стала чемпионом России по защитной карауле на выставке. Это всё мы снимали. Это смотреть. Это фильмы настоящие боевики. Мы ничего не выдумываем, не склеим, а как есть, так и ставим. Для Бога. Когда для Бога, у тебя на душе радостно. Даже не так. Вот за последние 8 месяцев мне пришлось заблокировать, в чёрный список занести 9 тысяч человек примерно. Столько врагов. Но, друзья, это 19 тысяч, не 9. Против меня только 200, примерно 50 роликов в интернете стоит. Они из наших роликов щеплют, голову отрезают куда-то на фотографиях. Ну, то есть, больше заниматься не о чем. Я говорю, вы пляшете вокруг моей колокольни. Вашего ничего нет. Ну, подошёл ты, помощился. А дальше-то что? Опять пустота. А мне каждый день новые-новые люди. Мы через ваши ресурсы Бога нашли. Там муж с женой развелись. Мы, говорит, сейчас сошлись вместе. Новая семья у нас. Как будто первый раз видим. Я отвечаю на все вопросы. Я регулярно, по милости Божьей, вел три радиопрограммы и телевидения. Это Бог делает. У меня нет гуманитарного образования никакого. Я просто люблю Бога моего. Ну, рад за вас. У вас есть. Вопросы есть какие? Ну, нет вопросов. Интересно было у вас услышать. Так, по милости Божьей, заходите. И вы там видите, что в Мейл.ру. В Мейл.ру такой мой мир. Там 22 тысячи нашей фотографий только. Зайду обязательно посмотрю. Мой мир. Игнатий Лапкин, во свете Библии. Заряди. И форум ещё есть один. 1600 тем освещено. Если зарядите Брежнев, а Брежнев всё. И ролики, и выступления. Зарядите Ленин. То есть, свой форум наш. Конкретно с фотографиями и с роликами. Так что, время зря не потеряете. Хорошо, хорошо. Ну, с Богом. Как звать-то вас? Звать как? Меня зовут Радим. Вадим? Радим, Радим. Радим? Да. Радим. Да благословит тебя Господь на всё доброе. Во славу Божию. Удачи вам. Да. Радим.